Сейчас будет удар. Давай, Антошка, увернись, в сторону, оп! Всем хай, с вами Юджин, и мне тут стрелочку забили. Вот этот мальчик симпатичный забил мне стрелку, и кажется, хочет, чтобы я его просто убил. Ну, хочет сегодня умереть. Давайте узнаем, как он умрет. Из вечной темноты за соснами, как дикари из пещер вышли ухмыляющийся Семен и его гогочащая шайка. Ну, здорово, Антошка! Ну, давай, чё ты там? Чё ты хочешь? Чё ты хочешь со мной, а? Чё ты хочешь со мной, Семен? Ты хочешь при своих дружках опозориться? Сейчас опозоришься, давай. Давай, налетай, кто первый? Да я не пытался. Я просто, я искал вас возле школы, вы куда-то слиняли, подумал, что вы засали, всем уже рассказал об этом. Хорош, неплохо, вот это вот было неплохо, задело за струнки мои, прям вот за самые... Самые больные струнки. Словно хищная стая, они окружали меня, вынуждая пятиться. В нос шибанул запах пота и табака. Во рту стало кисло, словно еле взял батарейку. Кстати, я не знаю, сейчас как в школах? В школах сейчас подчмаривают за очки кого-то? Потому что мне кажется, что уже нет. Мне кажется, это какой-то пережиток прошлого, потому что очки могут быть, во-первых, элементом стиля, а во-вторых, они, ну это реально нужно для того, чтобы человек лучше виделось. То есть, раньше, да, я помню, у нас в школе за это угорали над ребятами. И еще угорали за брекеты и так далее. Хотя сейчас брекеты воспринимают абсолютно нормально, потому что, ну блин, это брекеты. Медицинская штука. Я помню даже за рюкзаки, если ты с рюкзаком не в школу идешь, а просто у тебя рюкзак. Но рюкзак это же удобно, да? Носить всякие вещи. Тебя могли ботаном посчитать за это. Типа, ты же не в школу идешь, нахрена тебе рюкзак? В нос шибанул запах пота и табака. Во рту стало кисло, словно еле взял батарейку. Имя спутницы превратилось в сдавленное сипение. Сосны качались молчаливыми стражами. Взгляд мой заметался. Я так мечтал увидеть за деревьями лисичку. Ждал, что она придет на помощь. Но лишь ветер отвечал на мои призывы. Где Алиса? Что вы с ней сделали? Я вздрогнул, когда услышал свой голос. Он был неестественным, свирепым и пугающим. Какая еще Алиса? Опа! Я в ступоре. Они в ступоре. Они не ожидали такого поворота событий. Я изменил фрейм ситуации. Теперь это я их допрашиваю. Теперь я такой, где Алиса? Где мать вашу? И они сразу такие, надо ответить. Не ссы. Сейчас в миг вылечим. Вот, он пытается фрейм обратно перестроить на ситуацию, где они меня сейчас будут убивать. Здоровяк сплюнул сквозь щель в зубах и резко толкнул меня так, что я впечатался спиной в дерево. Ну как, полегчало? Где Алиса? Что вы с ней сделали? Неужели? Неужели Алиса специально заманила меня в ловушку к этим уродам? Нет, не верю. Не желаю верить. Да это невозможно, потому что мы же встретили ее еще до того, как вообще впервые увидели Семена. Глядите-ка, пацаны. А здесь он не такой борзый, как в школе. Ага, вылитой терпел она. Нэ. Сука приезжая. Не на того руку поднял. О, сейчас у меня перстень его отпечатается на моей роже. Семен уже двинулся на меня, замахнувшись. Алиса, внезапно другой хулиган в спортивных штанах, оглушительно свистнул и здоровяк покорно опустил занесенную руку. Что? Это было неожиданно. Главный в банде оказался не Бабурин. На деле все слушались этого похожего на хищного зверька парнишку с крепкими и острыми зубами. Реально, я не ожидал этого. Бить не стали. Видимо, собирались для начала поглумиться. Батькович, это что ли твоя Алиса? Я только сейчас заметил рядом с собой дрожащую от холода жульку. На шерсть которой налипли комки снега. Хулиган присел на корточки и жестом поманил собаку. Только не трогай собаку, бэч. Алиса, ко мне, сучка блохастая. Остальные мерзко захихикали. Собака, навострив уши, облизнулась и стала осторожно приближаться. Иди сюда. Осталось так, что она полетела с куля в ближайший сугроб. Ну, мразь. Ну, мразь, конечно. Вся банда взорвалась смехом, а у меня сердце обледенело. Даже птицы, сидевшие на ветках, отозвались испуганным граем. Боковым зрением я заметил, будто кто-то промелькнул в обманчивых сумерках спящего леса. Или просто кусты на ветру шевельнули заиндевшими шипами веток. Робка! Она ж больше срать не сможет. Давай теперь я. Второй раз. Минус на минус даст плюс. Ох, я надеюсь, что ты срать не сможешь, чувак. Надеюсь, мы это сделаем как-то. Но дворняге уже и след простыл. Чего ты, баран? Втолкуй его на очкарику, где его место. Только так, чтобы он понял. Ага. За ним кофякно. Этот очкарик тебе при всем классе всек. Да без бэ. Сейчас будет удар. Давай, Антошка! Увернись в сторону. Оп. Семен демонстративно поднес к моему лицу увесистое кольцо-печатку. С каким-то геометрическим символом. Ща, порошник, я тебе этой печаткой так заряжу. Клейма на всю жизнь останется. Давай вот сюда только. И куда подевались мои опотаенные силы храбрость. Стой! Я просипел стой. А голова мотнулась, врезавшись в кулак Семена. Красные искры брызнули из глаз. Чёрт. Чёрт. Вот саби. Сейчас меня отпинают ногами. Семён грубо толкнул меня навстречу подонку с раскосыми глазами. И тот подставил подножку. Я упал на острую корку льда. И толстяк тут же наступил на мою руку, не давая подняться. Из горла вырвался болезненный стон. Слыхали, как заныл. А ты случим не пи... Здесь много мата. И хоть я и не против, я не могу. Ютуб против. Я поэтому буду его как-то коверкать, окей? От злости и обиды я начал задыхаться. Боль нарастала. Ухо пульсировало и пекло. Точно его отрезали. А поверх пришили ком крапивы. И тут я почувствовал чистую, незамутненную ярость. Концентрант моей злобы. Как чернила спрута, она всплывала из глубин сознания, заполняя все мои мысли. Давай, Антон! Ой, это плохо. Семён загоготал. Это стало последней каплей. Страх и злость сцепились внутри меня, словно бешеные собаки. Вот я кедро занимался. Поняли? Он ещё воевал. Таких, как вы, с закрытыми глазами убивает. Я только слово скажу, он... Ромка поднял руку, остановив поток лжи, и сделал пару шагов вперёд. Семён медленно отступил, дав мне возможность встать. Неужели поверил? Или его смутило моё перекошенное от ярости лицо? Воевал, говоришь? Мой батя тоже воевал. В Афгане. Мой папа тоже, кстати. А твой? И мой. Да, и в каких войсках, интересно? Я замялся. Страх вцепился в глотку злости и упустил ей кровь. Да он фуфло гонит, Ромка. Бля, буду на. Думал, меня так просто развести? Блин, нас сейчас ещё больше поимеют за это. Я тебя, сучонка, насквозь вижу. На лице Ромки появилась гадкая улыбка. Ничего хорошего этого не предвещало. Ты сам себе приговор подписал. Ха, в школе тебя училка спасла. Ну а теперь всё. Хана тебе. Во-во. Давай, Антошка. Молись, чтобы твой труп по весне нашли бы. Мне нравится этот парень. У него есть свой стиль. У него есть свой почерк, я бы сказал. Свои стиль речи. Сидел бы ниже травы, был бы целочкой. Жирного стукнул, одно дело. Но про Афган, где мой батя под пулями. Долг интернациональный. В дождь и марго. А тут мне надо обратиться к словарю. В переводе с персидского означает «долина смерти». Глинистое, песчаная пустыня на Ближнем Востоке, в юго-западной части Афганистана. Там во время афганской войны советские войска уничтожали караваны с наркотиками, которые обменивали в Иране на оружие. О боже мой! Хулиганы вновь смакнули кольцо. И я оказался напротив Семёна. Кровь стучала в висках. Ветки качаясь, будто что-то шептали, обнадёживали. Блин, ну конечно, в таком возрасте, да в любом возрасте, когда ты оказываешь перед тремя чуваками, которые больше тебя, это заставляет тебя подумать сто раз, прежде чем предпринимать какие-либо действия. Я помню, у меня была ситуация в прошлом году, когда три чувака передо мной востряли. И, ну там как-то получилось просто, просто поговорить. И, в общем, мы обменивались вопросами, так скажем, вопросами. И в итоге, в ходе, в ходе сессии этих вопросов, ответы всех устроили. И как-то мы разошлись нормально. Вот. Там было много недопонимания. Но я к тому, что, когда ты хотя бы взрослее, у тебя есть какой-то опыт, чтобы оценивать ситуацию в моменте и чуть лучше реагировать. Когда ты мелкий, ну не знаю, я бы, конечно, я, я думаю, я бы просто вот так вот был бы, стоял бы и, возможно, бы просто старался бы максимально, минимально получить. Стиснув зубы и борясь с мыслью, что выгляжу глупо, я встал в боксерскую стойку. Молодец! Которую частенько видел в кино. Ира, ты Майк Тайсона. Это была моя первая драка. Запомню на всю жизнь, если, конечно, не задохну сейчас. А прикол в том, что вот я такой думал о том, что вот все эти ребята, ну точнее Антон, очень поэтично выражается. Но ведь он поэтичен только когда мы читаем его мысли. Мы читаем его повествования. И они все написаны в прошедшем времени. Скорее всего, вся эта игра, это воспоминания Антона из детства. И, может быть, он уже стал взрослый и много читал. Хороший словарный запас. И вообще он поэт. Краем глаза я заметил, что тьма вокруг нас снова зашевелилась, будто в ней кто-то ходил туда-сюда. Я почувствовал кришниромы, схватившие за портфель. Монатки, Антошка. Махаться мешает. Я был уперся, не желая подчиняться мерзавцу. Но он ловким движением выудил из-за пазухи нож, бабочку и демонстративно крутанул, подставился острие к моему горлу. Ой, ну это уже стрёмно. Слышь, фрейер, расслабься, а то больно будет. Вместо слов я выдохнул клуб пара. Ромка же дернул изо всех сил и рюкзак перекочевал к нему. Вальяжный, спокойный. Противно скалясь, он заглянул внутрь. Ты от нас что-то скрываешь, да? У меня в школе какая-то крыса сменку подрезала. Это та сменка, которая на подоконнике. Сейчас погляди, может это был... Опачки! Я её взял, что ли? Ромка многозначительно ухмыльнулся. Только не сменка, мы же не взяли. А что это у нас здесь? Учебники и тетради полетели на снег. Хулиган держал в одной руке портфель, а в другой что-то странное, напоминающее... Маску. Он поднял её высоко, словно показывал кому-то ещё, кроме нас. Кому-то в кронах, в сумерках за деревьями. Старая маска зайца. Длинные потрёпанные уши, едва заметно нарисованный нос и усы. Облезлый мех на щеках. Что-то меня роднит с Антоном, потому что я так понимаю, что это его внутренний зверь, заяц. А я родился в год зайца. Заяц, забавная штука. Я не верю в гороскопы, во всякие эти штуки с картами Таро. Ну, в общем, во всю эту магию я в это не верю. Но это угарно читать. Угарно, когда ты слышишь, допустим, ты едешь в такси и ты слышишь по радио, кто-то там что-то говорит про всякие знаки зодиака, что сегодня вас ждёт. И ты воль-неволь такой, ну ладно, расскажите что-нибудь про стрельцов. Расскажите, хорошо, послушаю. И если что-нибудь хорошее скажешь, ты такой, ну да, неплохо, неплохо. Но это просто прикольно. Это как комплимент скорее для меня, чем реальное, знаете... Если вы слышите, как тут ремонт делают, как там долбят или сверлят, я тоже это слышу, знаете. Вот, просто приятно это бывает слышать, но я не воспринимаю это как призыв действию или как напутствие или ещё что-то. Просто комплимент. Откуда ей было взяться? Подбросил кто? Лиса подбросила. Семён хохотнул. Новый год уже прошёл. Или ты реально поехавший? Это не моё. Но это реально не моё. В твоём портфеле лизала она. Ромка наблюдал за этой сценой, гидно улыбаясь. А знаешь что? Надевай. О, ты не хочешь, чтобы я надел? Эффект будет что-то типа фильма «Маски», когда Джим Керри надел свою маску. Вам не понравится, ребят. Давай, говорю, попрыгаешь перед нами, зайчик. Давай, давай! Или без станов, домой пойдёшь, да? Только не это. А если мимо кто-то из нашего класса пойдёт? Надену. Сёма, надень-ка на него. Биашу служливо подскочил к приятелю, взял облупленную маску, отвесил и шутовской поклон. Затем передал её Семёну, уже потиравшему руки в нетерпение. Я оглянулся на сосны, словно ждал помощи, ждал, что тени, ползающие вокруг нас, сжалятся и займут мою сторону. Ветви напоминали изломанные под страшными углами руки. Почерневшая кора была обварившейся кожей, а тьма гарью. Не убегу, не успею, догонят. И тогда... Только учти, Сёма. Если он скакать не станет, ты сам за него поскачешь. Оуууу, замотивировал Сёму. Этот чмошник и не станет? Да поглядя на него, он же дурик конченый. Этот дурик тебе уже раз в жбан зарядил. Ромка прав! Господи, у них волчья стая, реально закон волчьей стая. Максимальное унижение соперника и всегда поддерживает свой статус самого сильного. И даже вот они у них втроём, среди них троих есть конкуренция определённая. И получается, Рома, как лидер, должен всегда этими двумями управлять. И как-то их стимулировать. И если они хотят его одобрения, то они должны делать всё, что он скажет. Давай, толстый! Восстанавливай авторитетно! Или сам у нас запрыгаешь, так что Тетяндра отцепится! Да-да-да, все под давлением. Значит, он и вправду боится Ромку. То есть надо мочить Ромку. Если ты замочишь Ромку, тогда все такие, оп! Нашего вожака только что смели. Походу, он теперь наш вожак. Всё, ты... Вот так. Вот так всё будет. Мы должны Ромки всадить внезапно. Он не ожидает, поэтому удар будет сильный от неожиданности. Эээ... Вот. И он такой слышал. Баааа! Словомо упадёт. Семён выругался под нос. Злобно зыркнул на меня. Вот. Это чтобы маска хорошо налезла. Х... Он смачно харкнул взять зайчью морду и поднёс маску к моему лицу. А что есть, сейчас сопротивляется так, что Семёну не получится нас заставить. А Семену будет неловко, и тогда он будет бить еще сильнее. Плевок был похож на раздавленного паука. Ромка как-то по-зверинам удернулся, скривился, хотел что-то сказать Семену, но промолчал. Сема терся рядом, оберзительно скалясь и опаляя меня вонью из пасти. Надевай, Бера! А ты урою! Маска словно бы стала еще отвратительней, злее, но вопреки всему, казалось, она могла подарить спасение. Стать второй кожей, только примерь, только коснись лицом ее твердой бугристой поверхности, и мех засеребрится, уши затрепещут живыми мышцами. Стоит надеть ее, и Семена с компанией не станет навсегда. Ну, не знаю, не знаю. Че вы думаете, че вы думаете? А, моя мысль такая, что... Ну, в реальности, мне трудно сказать, опять же, будучи, если бы я был мелким, ссыкливым мальчиком, каким я был, я не знаю, что бы я сделал. Возможно, я бы послал все-таки, просто бы, ну, отхватил бы жестких люлей. Вот. Но мне сейчас хочется надеть только потому, что мне почему-то кажется, что у меня проснется альтер-эго какое-то. И мне очень интересно это посмотреть, поэтому я рискну. Опять же, если вы не согласны с моим решением, то... то... то вы не согласны. Надеваем. Я протянул руку, она больше не дрожала. Семен вручил мне маску и злобно расхохотался. Шерсть была теплая, как я и подозревал. Но у меня есть перчатки, я могу просто вот эту вот слюну убрать вот так вот. Вытереть так. Так стряхнуть. И надеть sizes, маска будет чистая. Ну, может быть, именно плевка мне не хватало, чтобы наконец разозлиться как следует. Может быть, оно и того и стоило. Иногда лучше через... Иногда унижение неизбежно. Оно даже необходимо для тебя. Иногда... Нужно, чтобы в тебя какашки кинули. Это, знаете, как у многих стендап-комиков, например. В начале карьеры есть вот этот момент, когда я их... Бу! Вали со сцены! И это... Несмотря на то, что рушит их изнутри, они потом... Если они великие, они преодолевают это и становятся лучше только. То есть, ничего страшного. Ничего страшного. Жизнь не заканчивается на этом. По коже побежали мурашки. Электричество заструилось по позвоночнику. Да! Альтер-эго! Мое спасение. Давай. Из колодца моего подсознания шептал голос. Просто надень ее, и никто не причинит тебе вреда. А, нет, я не в этом. Я хотел, чтобы я одел такой. Это же будет как мой шлем. Лес застыл, всматриваясь в меня трещинами коры. Я начал действовать не спеша. Снял очки. Горстью снега стер гадкий плевок. Молодец! Молодец! Внутри зайчьего лика что-то шевелилось. Словно пыталась пробиться наружу. Надо ему помочь. Я поднял маску и стал подносить ее к пылающим щекам. Как в том фильме с Джимом Керри, да? Да, я же про него сейчас и говорил. Маска – это сила. Маска – это власть. Картонка коснулась щек. Повторила линию скул. Носа устроилась поудобнее. Пахло звериной берлогой и хвоей. Губы ткнулись в бугристый материал. Музыка! Давай! Давай, файт! Моя броня. Удивительно, но сквозь прорезь старой карнавальной маски я видел так же хорошо, как сквозь стекла очков. Застывшие троицы на поляне. Замерзшие в воздухе пушинки. Деревья, чьи тени струились ко мне черными ручьями. И странная фигура в ранних сумерках за буреломом. В тишине Симеон неуверенно произнес. Пацаны, что это с ним? Смокин! Я расправил плечи. Мускулы налились сталью. Незримые дымчатые шлейфы отделились от стволов и поплыли ко мне. Сила леса впитывалась в мои поры. Я улыбнулся под маской или оскалился. Засвербели кулаки. Заурчал желудок. Он превращается! Я становлюсь маленьким зайчиком. Как называется эта игра? Тайний Бонни. Сами напросились. Я сделал шаг вперед. Семен осторожно двинулся ко мне, будто ступал по тонкому льду. Передо мной вновь ввилась тропинка из моих грез. Бесконечная манящая. Та, что уводит прочь от всех проблем в новую великолепную страну. Волшебную небыдляндию. Где вас, бодланов, нету? Да здравствует небыдляндия. Ну ладно, это небыдляндия написано. Я дернул молнию, расстегнул и сбросил рывком куртку. Зарычал. Словно что-то металось под шкуры в поисках выхода. И пошел прямо на Семена. Он превращается. О, да. Твою мать. Да, мои сладенькие, давайте. Превращается. Конченого мудака. Черт. Я надеялся. Я подозревал, что это может случиться, но я надеялся, что этого не будет. Я бы думал, что сейчас я их разорву. О, черт. А пушка взорвалась истеричным смехом. Вяша схватился за живот. Рома ухмылялся, качая головой. Блин, я совершенно не устрашающий. А гогочащий Семен плюнул себе на костяшки и помахал кулаком, как дубинка. Ну и дебил же, тутошек. А-а-а. Кулак врезался в маску. Шерсть не смягчила удар. Не было ни силы, ни волшебного дыма, испускаемого соснами. Я отлетел к кустам и упал на пятую точку. Зрение, обостренное адреналином, снова упало. Вот это был номер. Думал, он на четвереньке встанет и сгрызет нас всех. Я мог бы. Как морковку. Не, ну вы видели на... Видели? Это считается, что он попрыгал. Это даже лучше. Я всхлипнул. У маски же... У маски все же был один плюс. Если я разорвусь, никто этого не увидит. Дурик. Да тебе в психбольнице место. В психбольнице для животных, на. Семен уперся коленом в сугроб. И вырвал из моих онемевших пальцев очки. Это очки. Я домой не дойду. Че уж. Знаешь, какой у зайцев нюх. По запаху доберешься, не ссы. Прыг-склок. Прыг-склок. Семен сунул трофей себе в карманы и довольно ощерился. Кролики очки не носят. Как это не носят? Как это не носят? Кролик был в очках какой-то? Какой персонаж был кролик в очках? Какой-то был, я не помню. А теперь вали отсюда, даун. Я, пошатываясь, встал. Деревья размылись в сплошную стену тьмы. Вокруг колебались три размытых силуэта. Черные пятна, глазницы и рты. Только меречилось, что глаз и ртов больше, чем должно быть. Я повернулся к лесу. Ботинок Семена помог, врезавшись мне в зад и ускорив тем самым постыдный побег. Ничего, ничего, Антон. Ничего. Это тебе... Во-первых, тебя это не убило. Помни об этом. Ничего страшного. Пинки все получали. В рожу все получали. Просто... Это сделает тебя лучше. Только. От обиды я швырнул маску во враг. Затем пошел зигзагами по просеке. Один-одинешник в огромном заснеженном мире. Да, знаете, потом такие моменты вспоминаешь. Реально же, был шанс. Был шанс. Даже вот с этой маской ты бы одел ее. И реально стал бы свирепым. И уже, знаете, просто вот так вот. Па-па-па. Дурацким ударом просто бежишь, как можешь. Бьешь. Делаешь что угодно. И пофигу, что тебе. Тебя же не убьют. Ну, может быть, и убьют на самом деле. У нее уже нож был. Кто его знает. Что они сделают, чтобы сохранить статус. Короче, я не знаю. Часто после таких моментов, когда тебя чмарнули, ты идешь и придумаешь сотню тысяч вариантов, как можно было бы поступить. И такой, да, вот это было бы классно. Да, вот это вообще крутой был бы ход. И все бы так произошло. И так, и так, и так. И в итоге просто еще больше себя, как бы, унижаешь из-за того, что не придумал этого раньше, в момент, когда это нужно было. Вот. Ну, короче, да. Да. Но ничего, это взросление. Это жизнь такова. И в этом это не то, чтобы супер прям, ну... Сейчас боюсь сказать что-нибудь обидно. Я знаю, что бывают стрёмные случаи буллинга когда-то прям, ну, совсем, совсем жесть. Но то, что сейчас с ним произошло, вот конкретно этот случай, не такой страшный. Вот что я хотел сказать. Так что, можно сказать, что повезло ему. Стволы выгибались, и их кроны исчезали во мраке. Небо будто придавливало к земле. Хотелось плакать, но слезы иссякли. Осталась уныние и тоска, желание зарыться в снег или уйти в небыляндию, присоединившись к Вове и Сенечке. Куда угодно, лишь бы подальше отсюда. Прочь. Ну, мы дома, хотя бы. В синяках и все придем. Так, я не поняла. Антон, а где очки? Потерял? Ты не видишь мое лицо? Там, скорее всего, синяк. Да, но, мам, как можно быть таким рассеянным? Ты думаешь, я деньги печатаю? Господи Иисусе, мать, спроси, что случилось. Это не кажется странным, что чувак, который всегда, твой сын, который всегда ходит в очках, всегда, абсолютно, внезапно пришел без очков. Как ты думаешь, какие варианты развития событий еще могли быть? Помимо того, что он просто их забыл. You stupid bitch! Как же? Будешь до следующего года в старых очках ходить. Ко мне бросилась Оля. А я лису увидела! В меня словно дробью пальнули. А не меф, я лишь зашевелил губами. Со звоном разбилась вдребезги чашка. Эта мама выпустила ее из рук. Ее лицо было бледным, она растерянно уставилась на осколки. Эта короткая, вдоль секунды паузы длилась вечность. Потом мама с досадой сказала. То сова, то лиса. Когда ж тебе надоело? Правда, правда! Такая пушистая! Она у забора стояла на задних лапах, совсем как человек. Это Алиса. Она меня позвала, а тут мама вышла, и лиса убежала. Не было там никакой лисы. Не выдумывалась. Ну, можно же легко проверить, должны быть следы. Не подходи к ней! Если бы понадобилось, я был готов трясти сестру, как тряпичную куклу. Ты чего, Тоша? Не подходи, слышишь? Мама вышла в коридор и удивленно посмотрела на меня. Я стушевался. О, лиса ведь укусить может. Мне вспомнились детские сказки, в которых лисы воровали детей. Представил свою Алису, вольную, хищную, бегущую быстро-быстро по ночному лесу с дергающимся мешком вопнику. Это же была не настоящая лиса. Расскажи ему, Оль. Она на двух ногах ходила, а еще была в платье одета. Только она была в заправду. Видишь? Мама устала и улыбнулась, словно это все объясняла. Я тоже выдавил из себя улыбку. Жалкую, как тонкий кусочек мыла перед тем, как оно окончательно растает в руках. Но, оставшись наедине с сестрой, я шепнул. Еще раз увидишь ее. Беги. Я зажмурился и бросил в рот витамины. Запил их водой. Хватит сходить с ума. Пожалуйста, хватит. Пятницу вечером я сидел за уроками. Самое сложное я уже сделал. Оставалось только рисование. Любимый предмет. Я тоже люблю рисовать. Только рисовать. Выбора нет. Нужно было изобразить какое-нибудь сказочное существо. Мы рисуем слона? Собаку? Трицератопс. Сначала я хотел нарисовать динозавра. Вот только кисточка сама потянулась к оранжевой краске. О, нет, 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 нет. Мазок за мазком и на бумаге медленно по частям появилась лиса. Мое подсознание вырывается. Я думаю только о лисе. Будто вылезла из белоснежной бумаги. Встала на задние лапы и хитро заулыбалась. Кисть мазнула, рисуя пушистый хвост. И выпала из-за ослабевших пальцев. Закончив рисунок, я долго и с удивлением разглядывал его. Точно не мог понять, откуда же взялся этот рыжий зверь. Это жутко, это жутко. Вот этот визуал, который он сейчас нам показывает, жутко. Еще этот наезд плавной камеры. Чем дольше я смотрел, тем страшнее казалась мне лисея улыбка. Скорее меня больше пугают ее глаза. Хищная, фальшивая, напоминающая улыбки женщин из журналов для взрослых. Какие попадались за стеклами газетных киосков в городе. О да, вот эти времена, я помню. Все эти киоски, ларьки на каждой гребаной остановке с журналами. Естественно, на всеобщее обозрение были прекрасные эротические и параднографические журналы. Манящая улыбка, маскирующая откровенную злобу. Но я этого не считывал на тех журналах. Все они казались довольно-таки приветливыми, а вот глаза лисы получились красными, будто налитыми кровью. Выглядели они совсем как дырки от пуль, какими их показывают в боевиках. Не помню, что бы рисовал такие глаза. Я отодвинулся от стола, и свет ламп отразился на влажной краске. Господи, вся эта игра пропитана такой ностальгией. Ну, это прям меня восхищает, на самом деле. Я действительно погружаюсь в то время. Рисунок лоснился, мерещилось, будто лиса следит за мной. И ждет, чтобы... Антон! Ой, ё-моё, бать, ты чё? Ты что, оглох? Я... я задумался. Тебя спрашиваю, ты сестру не видел? Опять она где-то прячется. Что-то мелькнуло под кроватью, и я замер. На секунду показалось чумазое личико Оли, с приложенным к губам пальцем. Вот так, да. Оля, я тебя вижу! Вылезай, ты же в пыли все! Оля выползла, и, понурив голову, принялась оттряхивать колготки. Пойдем, Оль. А чё она плачет? Я тебе сказку почитаю. Посижу с тобой, пока не уснешь. Вам не кажется, что отец Антона и Оли, это вылитый Джоэл из Last of Us? Он очень похож. Ну, не вылитый, но почему-то мне напоминает Джоэла. Я с вами спать хочу! Не в твоей комнате! Там! В комнату зашла мама. Что опять за вам? А кто ж ещё? Оль, она не придёт больше. Я её прогнал. Оля уперто помотала головой. Не прогнал! Она придёт! Она сказала, что будет каждую ночь приходить! О, так она у тебя говорящая? Это реально как в фильме «Четвёртый вид». Оля проигнорировала вопрос, а потом с новой силы начала. Можно я с вами посплю? Можно? В самый последний раз! Ты же говорила, что последний раз был вчера. Ольга, ты уже большая девочка. Ольга. Специально я сказал «Ольга», чтобы как бы придать ей взрослости. Ещё бы сказал «Ольга Петровна». А пусть у меня ложится. Мне показалось, что это отличная мысль, но Оля покачала головой. Нет, у тебя не хочу. Она и на тебя смотрит. По спине у меня побежали мурашки. Я, правда, да. Хватит. Неприятно звучит. Нет никакой совы. Ты сегодня спишь у себя, ясно? Ну, пожалуйста, мам! Пожалуйста! Типичная ошибка родителей. Они с позиции взрослого такие «Нету ничего!» И начинают рациональные всякие свои доводы. Такие «Нету совы!» Она же не может говорить «Сова!» и так далее. Но детский разум-то другой. Мы же все знаем, мы все помним, как даже фантазии вписывают себя в воспоминания. И кажется, что именно это и произошло. То есть до сих пор у меня есть некоторые воспоминания, которые я знаю, что точно они не могли быть, потому что, ну, они совсем не поддаются логике. Но они реально были прошиты моей фантазией. И теперь я помню так. То есть надо использовать логику, но при этом маскировать ее под миром, который видит ребенок. То есть как-то по-другому попытаться решить проблему с совой. Может быть, придумать какой-то способ, типа, это ловец сов, например. Ну, что-то в таком духе. Ну, и, короче, какую-нибудь штуку придумать, чтобы ребенок внутри своего мира попробовал сделать другие умозаключения. Мама взяла Олю за руку и попробовала вывести из комнаты. Оля свободной рукой вцепилась в спинку моей кровати. Пожалуйста! 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 Не хочу к Ниле! Мама потянула Олю к себе, но та не поддавалась, и только спинка кровати жалобно скрипела. Тогда подошел отец. Подхватил Олю и понес, не обращая внимания на протесты и крики. Не надо! Ну, Джоэл! Не надо к ней! Она опять смотреть будет! Я еще долго слушал, как сестренку пытаются уложить. Ну, пожалуйста, ну не надо! В конце концов, родители сдались и опять разрешили ей речь с ними. В самый-самый-самый последний раз! Когда все стихло, я лежал в темноте и думал об Олиных словах. Она на тебя смотрит! Было не по себе. Лишь задернув шторы на окне, я сумел успокоиться. Но стоило мне сомкнуть веки, как воспоминания прожитого дня суматошно запрыгали перед глазами. Вот снова я посреди душных школьных коридоров. Отсюда виден кабинет литературы, лица мертвых классиков на портретах. Строгая и царственная поза классной руководительницы Лилии Павловны. А затем углом ждет, не дождется ее ненаглядная дочка Катя, ябеда и сплетница. Эй, новенький! Новенький! Чего тебе, Кать? Она закачалась на носочках, спрятав за спиной руки, и с фальшивой улыбкой поинтересовалась. Скажи, пожалуйста, а чего это тебя к нам перевели, а? Может быть, я сказал бы правду Полине, Но Катька продаст мою правду на рынке за три копейки. То же самое, что распечатать мои мысли на принтере и повесить рядом с фотографией Вовы, чтобы все читали. Я вновь обратился к заученному ответу. Это все из-за моих родителей. У папы тут новая работа. А мама... Мама... Но Катя даже не думала меня слушать. Метнулась к новостренным ушам подружек, зашептала, косясь на меня и хихика. Да, да, конечно, конечно. Она что, знает? Совсем за дурачков держит. Но она знает, потому что мы... Это же наш сон. Она наше подсоздание. Я услышала, что это все из-за его отца. Он недавно кому-то крутому дорогу перешел, и теперь они всей своей семейкой в нашем захолустье скрываются. Неправда! Ты все врешь! А слышали? Слышали, как он бабуина просто так стукнул? Это каким надо быть уродом, чтобы в первый же день так над одноклассником измываться? Прекрати! Ты же знаешь, он первый начал! И будто этого мало. Ходят слушать... Они просто не слышат меня. Кто-то чудик повсюду таскает с собой зайчью маску. Ой, девочки, ну кто же в своем уме будет такое делать? Ясно, понятно? Со странностями наш Антошка. Может, слабоумный? А может... И маньяк? Если в его портфеле хорошо покопаться, там и топор отыскать можно. А может, что и похуже. Да-да-да. Интересно, а если подыграть в этой ситуации? Да, я маньяк. На твоем месте... Я бы был поосторожнее. Ну тогда тебя будут называть маньяком, и ты навсегда... Навсегда будешь изгоем здесь. И слухи будут еще страшнее. Ну, не знаю. Надо-надо... Ее одну было бы где-нибудь застать. Так. Я маньяк. Но если ты кому-нибудь скажешь, то ты будешь следующий после Вовы. И она никому не скажет, потому что будет бояться. Такой гениальный план. Короче, друзья, все, что я говорю здесь, это просто поток мыслей. Я ничего не советую. Это не руководство к действию. Если вдруг будет такой, типа, о, какие мудрые советы Евгений дает. Нет, это не совет. Это просто рассуждение. Так. Ради прикола. Самолчи. Заткнись. Ха-ха. Вон как раскричался-то, будто ужаленный. А зрачки-то, зрачки какие широкие. Опять чего доброго с катушек слетит и руки распускать начнет. Не зря же его мать с таблетками печкает. Я замер в смятении, безуспешно пытаясь понять, откуда она знает про лекарства. И что пугало сильнее. Что пугало сильнее, вдруг в ее болтовне кроется ужасающая правда. Да-да. Он такой же ненормальный, как и его сестрица. Представляете, к этой сумасшедшей дурочке каждую ночь прилетает сова ростом с человека. Да-да. Только что-то ее никто из здоровых людей не видел. А этот наивный просток ей верит. Нет. Ну вы представляете? И тут среди ухмыляющейся толпы я поймал единственный сочувствующий взгляд. Полина. Это правда, Антон? Неужели действительно тебе не здоровиться? Полина, послушай меня. Как же, как же. Не слушай этого болтуна, Полиночка. Ты еще не знаешь. Он тебя на другую променял. Не из нашей школы. Полина согнулась, будто ее пнули в живот, а потом залилась слезами и громко истерично плача рухнула на грязный пол. Ну это все сон, просто сон. В реальности она бы так не отреагировала. Ну типа они же только вот первый день знакомые. Ну типа окей, ладно, пошел с какой другой девочкой. Ну хрен с тобой. Почему она? Да, но в нашем сне. Она такая нет. Почему ты это сделал? Я любила тебя всю свою... Весь свой день школьный. Ничего не понимая, я бросился к Полине, но Катя грубо оттолкнула меня. Убери от нее свои лапы, чудовище! Под пеленой страха зрела ярость. Медленно всплывала из клубящегося морока. Морока? Морока. Из Марокко. Такая страна. Я почувствовал, как моя верхняя губа ползет к деснам, оголяя зубы. Как зайча. Зайча губа, да? Он в зайца превращается. То, что твой отец бьет мать, еще не дает тебе права поднимать руку на девушку. Это не рука, а зайча лапка. Кулаки стали кувалдами. Не разжать. Никто не смеет говорить такое про мою семью. Я помню, когда уже кинулся на злобную Катю. Слетел таки! Слетел! Спасите! Помогите! Петров с катушек слетел! Боже мой, это очень жутко. Тут же толпа школьников вокруг нее зашумела, разразилась свистом и гневным рыком и стала расти. О боже мой! Субтильные фигурки учеников увеличивались, ширились, тянулись вверх, все выше и выше, под самый потолок. Превращались в огромный черный лес, кишащий оскаленными мордами. Оскаленными. Я сжался до пушистого комочка. Затрясся перед могуществом изрытых язвами стволов. Не то людей, не то деревьев. Вот ты и показал свое животное нудро! Струс! Катя на лицо была обезображена ликованием и восторгом. А, да! Почему она? Нет! Чем она лучше меня? Заливалась слезами несчастная Полина. Ну, потому что она лиса, а я заяц. Мы созданы друг для друга. Я хочу оказаться в ее пасте, потому что это назначение заяца в этом мире. заяц. Ну, блин! Вот это стрёмно! Из леса донеслось пугающее хлопанье крыльев. Два огромных белых уха спустились откуда-то сверху, и я с головой зарылся в них. Безумие! Стремный сон! Вставай! Я подскочил, чуть не упав с кровати. Оказалось, я несколько часов метался по маму... По мокрой от пота постели. Олин крик вырвал, вызвалил и щупалец кошмара. Антон! Пожалуйста! Вставай! Вставай! Я не сразу разглядел ее силуэт у окна. Голос Оли был глухим, после драки у меня звенело в голове. Звук искажался, будто уши закупорили ватой. Всклипывая, расстроенная, как никогда прежде, сестренка повторяла и повторяла. Сова! Сова! Пожалуйста! Я боюсь! Ее слезы кипятком ошпаривали мне сердце, но, признаться, я почти благодарил Саву за визит. За то, что напуганная Оля разбудила меня. Оля, я сейчас. Хочешь, я тебе Мурзилку почитаю? А Мурзилка, обратимся к справочнику. Мурзилка, советский журнал, ага. Ну, вы стопните, если вам нужно прочитать. Мурзилку почитаю. Я опустил босые пятки на холодный пол. Пошарил в поисках очков. Вспомнил Семена, его подлый поступок и горестно вздохнул. Антон! Пожалуйста! Пожалуйста! Посмотри! Она не отводила глаз от окна, словно боялась проиграть ему в гляделке. Я нащупал переключатель. Лампа блеснула ослепляющим светом. Встал с кровати. Зрение обманывало, то приближая ко мне окно, то отдаляя. Сестра была размытым пятном впереди. Это и есть сова. Я сделал осторожный шаг. Что там? Что-то случилось? Ты хочешь, чтобы я открыл шторы? Нет! Не надо! Там же сова! Голос доносился из-за моей спины. Я обернулся и оцепенел от ужаса. В дверном проеме стояла заревенная Оля. С кем? С кем ты разговаривал, братик? Ты Оля сзади! Вот там справа! Обхватив плечи, она тарачилась на меня красными от слез глазами. спрашивала, но будто боялась услышать ответ. А чё родители? Где они? Спят? Я разговаривал с тобой. С тем, кто притворился тобой. За окном угрожающе скрипнул карниз, словно на нём сидел кто-то тяжёлый. А то, что выдавало себя за Олю, начало расползаться, менять свои очертания, увеличиваться в свете ненасытной луны до пугающих размеров. Голос больше не принадлежал сестре. Тому, кто прятался за шторы, надоело притворяться, водить меня за нос. Я больно ощипнул себя, ощипнул, ущипнул себя, в надежде, что силуэт у окна лишь продолжение ночного кошмара, галлюцинация проклятого дома, ведь они не кусаются. Фигура высилась передо мной в дымке. Я услышал громкий вскрик Оля, когда по стеклу постучали. Она пришла за нами! Стук повторился, и я отшатнулся вглубь комнаты. Словно на свете существовали потайные углы, где я мог бы сохраниться от этой жути. О боже мой, стучали чем-то острым, железным. Замерцала лампа светильника, ярко зарела комнату и погасла, как свеча на яростном ветру. Нить накаливания лопнула со звоном. Мрак словно только того и ждал. Хлынул из углов и сомкнулся. От всей вселенной осталось лишь окно, снаружи светила луна и красила все в цвет костей, извлеченных из склепа. В черноте Оля завизжала, ткнулась в мою спину и ища защиты. И тут на нас уставился горящий прожорливым огнем глаз. Блин, как это неприятно. Нет, она не пыталась разбить окно, она играла, стучала и стучала, сводя нас с ума. Будто гигантские часы мерили отведенное нам время, и маятник раскачивался над бездной. Уходи, убирайся, пошла прочь. Господи, как с этим справиться, я не знаю, где ловец сов? Оля из то, что кричала, клещами вцепившись мне в руку. Подойди. Я с трудом различил два огромных крыла, раскрывавшихся над черным пятном. Скажи мне, Антон, скажи, что я больше не буду себя плохо вести. Никогда. Я иду к ней, я подхожу к ней. Пусть она уйдет. Пожалуйста. Лунный свет вдруг померк, погрузив комнату во тьму, и светящийся глаз скрылся. Я проглотил застрявший в горле ком, будто репейник сглотнул. Шагнул к шторам, завороженный призывом безобразного гостя. не буду, не буду. Давай, сделай это. Сорви пластырь. Блеклое окно наползало на меня. Занавески шуршали. Я потянулся, чтобы отодвинуть штору, чтобы посмотреть в глаза страху. И в этот момент из родительской спальни донесся шум. Недолго думая, я рывком отдернул штору. Никого. Только за стеклом на карнизе среди птичьих перьев что-то опоблескивало. Мои очки. Следы. Следы. ног. Те, что сорвал с меня Семен. Откуда они здесь? Неужели этот подарок клокочущей ночи? Неужели их принесла сова? Я посмотрел во двор на ту зловещую поляну, на зубчатый гробовой лес. Ни души, ни намека на поздних визитеров. Вот это приключение. КОНЕЦ КОНЕЦ